Сегодня у нас опять DC и снова ожидаема тема Лиги Справедливости, но не так, как многие могли подумать. Дело в том, что вы уверен помните, как с середины марта вокруг Снайдер Верса поднялась колоссальная шумиха и еще больший резонанс, когда боссы DC и Warner Bros. отказались его продолжать. После этого гневу фанатов не было предела. И вот прошло два месяца, и видимо Биг Боссы таки решили, что без Лиги Справедливости им никуда. Типа хотели Лигу, вот она, получите, распишитесь. Вот только теперь нас всех ждет не то, на что можно было надеяться, но совершенно новая чисто женская Лига Справедливости, в которой руководство DC настолько боится хоть краем затронуть тему Зака Снайдера, что из команды героинь выдворяют саму чудо-женщину. Да, кто бы мог подумать. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Эх, видимо, DC дня не могут прожить, чтобы в голове не держать своих конкурентов из Marvel. Ведь дело в том, что именно студия Кевина Файги первая заявила о том, что они собираются снимать фильм об исключительно женской команде супергероинь. Называться этот шабаш должен A-Force, и пусть пока что съемки новинки, само собой, не стартовали, подготовка к ней идет медленно, но уверенно. Так что в обозримом будущем A-Force всем еще покажет. И вот руководство DC подумало, почесало репу и решило, мол, а мы чем хуже. Нам тоже в срочном порядке нужен девичий коллектив, вот только ничего менять или придумывать бигбоссы не захотели. А значит, новая компашка все-таки будет гордо именоваться Лигой Справедливости, хоть от прежней лиги там не останется и следа. Ведь среди новых имен фигурирует, например, Супергерл, Бэтгерл, возможно, Затанна, хотя ее участие и не подтверждено пока окончательно. А вот, например, единственную реально раскрученную героиню DC, Чудо-женщину, руководство студии решило обойти десятой дорогой. Так что героини Галь Гадот, как и ее самой, не будет в новой женской лиге. Что, как мне кажется, полный бред, ведь кому, как ни Чудо-женщине, имеющей уже два сольника и действительно вызывающих себе интерес, возглавит новую женскую команду, если вы уж ее так хотите. Но нет, между здравым смыслом и своими больными амбициями, боссы Warner Bros. решили выбрать второе. Ведь мы-то прекрасно знаем, что Чудо-женщина – это, так сказать, наследие, столь ненавистного им Зака Снайдера, а значит, ей дорога в новую команду закрыта. Хотя, может быть, еще и такой вариант, что топ-менеджмент теперь опасается иметь дело с самой Галь Гадот. Ведь после того, как недавно актриса у себя в соцсетях высказалась на тему Израиля и того, что там в данное время происходит, на нее накинулось целое полчища недоброжелателей. Гадот тут же решили, как водится, отменить, короче, все по стандарту. И хоть сейчас актриса затихарилась, теперь она, видимо, входит в перечень неблагонадежных. Как бы там ни была, сама идея DC кажется мне более чем странной, потому что я лично в целом не понимаю такой сегрегации, когда тут мы все орем о равноправии, максимальном представительстве, инклюзивности и так далее, а уже здесь делим людей, ну как, например, с новой лигой по половому признаку. Да и плюс, если, скажем, посмотреть на то, что делает Марвел, то у них, по крайней мере, есть довольно серьезная когорта уже раскрученных женских героинь, кто бы как к ним не относился по отдельности. Вместе у этой компашки немалая фан-база, и в мире найдется огромное количество людей, которым будет интересно на них посмотреть. А что же при этом предлагает своим зрителям DC? Они берут, по сути, не то чтобы ноунеймов, нет, с точки зрения комиксов это, разумеется, не так, но при этом берут персонажей, которым именно в киновселенной DC похвастаться пока что особо нечем, и собирается исключительно из них лепить новую лигу справедливости, да еще и при этом исключая из команды единственную реально харизматичную и уже хорошо знакомую людям героиню по причине своих больных амбиций. То есть, как мне кажется, стремление скопировать Марвел и вновь показать, типа, мы не хуже, как было после судорожных попыток быстро состряпать первую лигу справедливости, налицо. Да вот только при всем этом руководство DC и Warner Bros. ведет себя более чем легкомысленно, и такая дорожка — это прямой путь к провалу. В общем, посмотрим, как дело обернется дальше, мы продолжаем следить за развитием событий, а вы подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, пока-пока.